Обход ряда улиц Тимирязева, Гранатный, Чехова оставил у мэра двоякое впечатление. Во всяком случае, сразу было понятно, где жильцы и управляющие компании равнодушны к своим территориям, а где душа болит за свой дворик. Вот дом номер 58 на улице Донской, как образец и пример бережного хозяйствования и правильно выстроенных отношений с управляющей компанией. Тариф небольшой 9 рублей 40 копеек за квадратный метр. Дворник у нас очень хороший. С нашим директором нашей управляющей компании Натальей Геннадьевной Тонких не забалуешь. Слесаря у нас работают очень хорошо. По первому вызову сразу приходят, не говорят через неделю, через два, через три. Заявку дал, они тут же как бы стараются в течение часа, а не здесь. Ну если не аварийная ситуация, конечно, тогда уже моментально приходят, вот все делают. Ну, значит, они нам, вот по двору в частности, они нам очень много помогают. А такой необычный дворик обустроен силами самих жильцов. Со скульптурами, яркими цветниками, красивой субтропической растительностью и даже специальным домиком для кошек. Приходят сюда на прогулку с детьми жителей соседних домов пока только полюбоваться, а перенять опыт не помешало бы, говорит на встрече с жителями микрорайона Анатолий Пахомов. Жители, неужели вы же сами хотите жить в чистом городе? Вы же сами хотите, чтобы ваши подъезды были комфортные, красивые? Проведенный в понедельник обход вскрыл проблему халатного отношения к тому, куда надо выбрасывать мусор. Поэтому он здесь повсюду. Что движет людьми и почему они не доносят его до мусорных баков, понять сложно. А убирать все равно придется. Глава города порекомендовал управляющим компаниям поделить все территории поровну. И чтобы у каждой из них был ответственный, который будет следить за порядком в этом районе. Тогда и легче выявить нарушителей санитарных норм. Речь шла на сходе и о безопасности жителей. Не везде есть во дворах пожарные гидранты, а их отсутствие мешает пожарным быстро справиться с огнем. Позже надзора дано задание составить карту нынешнего состояния придомовых территорий, где сложно подъехать пожарной машине и где отсутствует система пожаротушения. Еще одна тема, которая заслуживает специального обсуждения, это страхование имущества и жилья. И имущество, и мебель должно быть застраховано. И вы должны это понимать. Это как отчинаж должно быть. Только страховые компании могут выплатить ущерб, например, от пожара. Но сейчас, когда отсутствует обязательное страхование, редко кто заключает договор. Глава города порекомендовал всем сочинцам быть более ответственными не только по отношению к своим районам, но и в первую очередь к собственному жилью. Елена Авсецина, Максим Кавригин, телекомпания «ФКТ». Елена Авсецина, Максим Кавригин, телекомпания «ФКТ».